2 октября состоялась церемония вступления в должность главы городского округа «Городбуй» Валерия Катышева. Выборы главы состоялись 13 сентября и считаются действительными. По итогам выборов главой городского округа «Городбуй» избран Валерий Катышев. За него проголосовали 4138 избирателей, или 51,97% буевлян, голосовавших 13 сентября. Валерий Васильевич возглавит город второй срок подряд. Ему было вручено удостоверение избранного главы. Полномочия главы по уставу города начинаются с момента публичного принесения присяги. Вновь избранный городской глава Валерий Катышев принес присягу на Конституции Российской Федерации и уставе городского округа «Городбуй». Клянусь верно служить населению города, добросовестно и честно выполнять обязанности главы самоуправления, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Катарской области, устав городского округа «Городбуй». Одновременно с полномочиями главы города Валерий Катышев будет исполнять полномочия председателя Буйской городской думы. «От имени губернатора Косовской области, администрации области, от себя лично сердечно поздравляю вас с сегодняшним знаменательным событием. Хочу отметить, что компания, которая была по выбору главы города «Городбуй», была честной, объективной. Победа одержана, заслужена. Второй раз Валерий Васильевич избирается главой города. Много за предыдущие пять лет сделано, еще больше предстоит сделать. И то, что уявляние оказали поддержку, налагает ответственность. Я думаю, что много чего и задуманного, которое еще, наверное, не все здесь присутствующие знают. Валерий Васильевич, планы есть. Осталось найти деньги, чтобы их реализовать. Чем можем, естественно, будем помогать? В первую очередь, надеемся, что удастся мобилизовать предпринимателей, руководителей предприятий, на то, чтобы были дополнительные доходы. Ну, а в конечном счете улучшалась жизнь людей, которые живут в городе. Пять лет назад, наверное, после выборов, когда горожане впервые доверили этот пост Валерию Васильевичу, вы помните, мы собрались в Луче, и где-то 120 человек, 119 человек и голосовали. Нужно нам переносить Владимира Вильевича Ленина с этой площади, начинать реконструкцию. И вообще-то абсолютное большинство за это проголосовало. Я думаю, с тех пор начался путь в городе Буе направлен на возрождение, которое возглавил Валерий Васильевич, Катышев, который создал команду, которая это все осуществила. Много очень сделано. Самое главное, что горожане доверили ему еще один срок. Я думаю, все те планы, которые нам сказали на встречах в трудовых коллективах, во дворах, то есть предстоит реализовывать. Поэтому, Валерий Васильевич, в добрый путь. Поздравляю с победой на выборах и с тем, что выявляем их вторично доверили вам этот высокий код. От себя мне хочется сказать, что мы проработали с вами почти 5 лет, и все это время и администрация, и дума под вашим руководством работала на то, чтобы жизнь в городе стала более комфортной, более благоустроенной. Надеюсь, что так будет и в тренинге. Ненапрасно сказано, потому что только еще началось ваше правление, вы приняли сразу очень мудрое такое решение, передать здание инфекционного отделения нашему приходу. То есть вы, короче говоря, такой грамотный, современный, работаете с предвидением, то есть, как говорят сейчас, на современном языке, на перспективу работаете. Вновь избранного главу наряду с представителями областной и городской власти поздравили вновь избранный глава Буйского района Александр Александров, руководители крупных предприятий города, учреждений, общественных организаций. Глава города обратился к депутатам Думы. Мне, во-первых, хочется сказать сегодня слово благодарности Буявлянам, что оказали поддержку и мне, и вам, то, что вы сегодня будете представлять их интересы в нашем законодательном собрании. Действительно, время сейчас сложно. Мы все понимаем, что страна находится в достаточно сложном положении и понимаем, что, в общем-то, работа предстоит тяжелой. И мы осознанно шли на это, и я не один, я шел большой командой. В общем, большинство представителей здесь, находятся в этом зале. Действительно, у нас много, наверное, целей и задач, которых необходимо нам выполнить, для того, чтобы наша жизнь, наших же горожан, наша с вами была немножко другой. Говорить о том, что мы будем, наверное, жить лучше вот сейчас и сразу, такого не получится, для этого надо много работать. Я скажу, что мы готовы к этому, готовы для того, чтобы действительно много работать. До этого мы работали пять лет. Я скажу, что, понимаете, не вызывают отторжения только тот человек, который ничего не делал. Мы всегда шли целенаправленно на решение каких-либо задач. Получалось у нас или нет, по-разному об этом судить люди. Но выборы прошли, люди оценили нашу работу. Одна из самых главных, вот сейчас задач, которая поставлена губернатором, задача, чтобы люди включались в работу. Ставлю жителей, не оставались в стороне, не ставили перед нами задачи, а решали, что город их выполнить все. Нет, такого не будет. Мы должны все вместе решать задачи, которые стоят перед нами. В том числе я вам благодарен руководителям предприятий, которые нас поддержали, опять-таки, химической промышленностью, железнодорожного угла. Действительно, БУУ – это город, который работает. Это почти 10 тысяч занятых предпринимательств и промышленность. Это очень большое количество людей. Постоянное количество растущих у нас детей, школьников, дошкольных учреждений. Это тоже говорит о том, что город живет. Город не умирает, он живет. Да, есть, конечно, естественно угольник. Кто этого не говорит. Мы находимся в тенденции, которая касается всей России. Из 84 регионов только 5 регионов России прибавляют по количеству жителей. Задача – переломить эту тенденцию, переследить перед нами. Задача – действительно искать инвесторов, строить, создавать новые предприятия, строить школы, реконструировать дошкольные учреждения, школы также. Создавать условия для жителей, чтобы они действительно были комфортными и достойными. Для хорошей жизни, особенно молодежи, не забывая в том числе и ветеранов. Поэтому задач перед нами стоит много. Мне бы хотелось бы выразить еще раз слава благодарности своей, что действительно оказали доверие. Я скажу, что, наверное, впервые в истории города будет, в Косновской губернии, но и в России таких мало, там, где глава города будет работать на общественных началах. Удостоверения были вручены и избранным депутатам городской думы. Народные избранники рассмотрели вопрос об истечении срока служебного контракта главы администрации города. Напомним, что в этой должности работал Игорь Ральников. Новый контракт должен быть заключен до 23 октября. Кандидатуры будут рассмотрены конкурсной комиссией, в состав которой войдут глава города Валерий Катышев, три депутата Сергей Крылов, Юрий Иванов и Владимир Шашура, а также представители областных администраций и думы. Дума соберется на свое заседание 9 октября. На нем будет утвержден состав думских комиссий и избран заместитель председателя думы. Депутатам предложено рассмотреть кандидатуру Юрия Иванова.